друзья прямо сейчас уже задавайте ваши вопросы к нам в чат youtube а вот прямо сейчас и к нам в чат бот maria там также вы имеете возможность задавать вопросы и пишите будем отвечать также подписывайтесь прямо сейчас на наш телеграм-канал maria ссылка также на закреплена в чате да почему важно подписаться на телеграм потому что ну вы сами понимаете соцсети находится под постоянным воздействием то есть если здесь что-то произойдет там все равно будет продолжаться трансляции как и на других ресурсах здравствуйте ребята сейчас после передовой в ссу не оплачивают лечение замораживают зарплатные карты раненым плюс дезертирство что делать и что их ждет можно на что-то надеяться в знак вопроса ой друзья да что можем надеяться в режиме зеленского ни на что нельзя надеяться в россии мы знаем что выплачиваются все деньги которые обещаны да и мобилизованным по частичной мобилизации контракт ником а любые процессы такие быстро но реагируют государство общество в украине такое впечатление что он рассказывает об одном реально нет никакой вообще реакции даже опять сравнивал тарик незалежка и дмитрий василец говорили о том что действительно тут же порошенко все равно создавал какие-то фонды там помощи армии воровал понятно же зеленский даже своей недвижимости за рубежом не дает разместиться беженцам и армии ничем не помогает надо чтобы понимали а наоборот то есть они конечно же воруют насколько возможно со всех контрактов и поэтому я абсолютно не удивлен потому что эта информация у меня была и три месяца назад и два месяца назад и месяц назад что не выплачивается зарплаты высоушникам постоянно делаются какие-то поборы то штрафы там им назначают за то что он оставил позиции там штраф а ну и так далее то есть там много всяких у них систем как в принципе обобрать том числе свою армию знакомы ли вы с версией профессора острицова по поводу ситуации в мире не знаком друзья честно ли ты знаком нет незнаком незнакомый за турцией и азербайджанам стоят англичане что мол мелете что им скажут англичане то они будут делать вот такой комментарий шейх вот как считаешь друзья и да и нет почему потому что весь мир изменился тогда можно было бы говорить что за российскими элитами стоят тоже англичане но которые лишили фактически ограбили эти элиты которые они поддерживали и нанесли уро в итоге своей экономике своему имиджу и вообще экономической модели которая может рухнуть то есть упасть и несмотря что будет сумак ли еще кто-то и обряды какие-то даже будут проводить поэтому можно утверждать что угодно но в определенный момент части ли турецких она вышла из-под влияния до эрдоган очень хитрый товарищ но это правда и опасный товарищ но он играет на своей стороне в большей степени да они тоже зависят от британии да он является мостом между там скажем западными элитами там российскими китайскими элитами отчасти это факты но говорить что полностью за ним стоит британия это неправда да однозначно эта ситуация в мире очень сложная даже по украинскому вопросам мы постоянно говорим одно и то же не смотрите вот только на военную обстановку экономическая различные договоренности да кто там один из известных блогеров недавно написал что все выглядит прекрасно но по щелчку пальцев может измениться из-за каких-то внутренних договорников о которых мы не знаем за час ситуация поменяться кардинально в одну ли в другую сторону ведущие почему рф уже три месяца в обороне заложные так не считает вы видите мы сейчас видим на сообщение наступление по всему донецкому фронту фактически российской армии видим до заявление заложенного об обороне знаем о контратаках по херсонскому направлению попыток некоторых в запорожском направлении но уже говорить о чистой обороне именно российской федерации не стоит это больше похоже на какой-то маневр да то есть потом по поэтому все и спорят как так может быть по тому же херсонскому направлению хотя запад то так говорит то потом обратное говорит это потом подтверждают украинские военные чиновники они разговаривают одно то другое ситуация не определена это сейчас как раз ситуация неопределенности но рано или поздно произойдет перелом и поэтому и зеленский ведет же мобилизацию за том нам тоже сообщают как лица смест но мобилизационный потенциал очень ограничен и фактически ну очень сложно им противостоять российской армии а по большому счету если российская армия то есть на полную развернет свои возможности но российская армия что делать чтобы тоже должны понимать в предполагаемых планах и прогнозах есть конфликт с нато и поэтому вы будете всячески экономить свои ресурсы и не действовать на рожон тем более что украину поддерживает 50 стран в этом конфликте вопрос как относишься к чаплыге ну друзья это опять же хороший знакомый моего однокурсника все он говорит нередко весьма интересные вещи весьма оригинальным способом приводит яркие примеры но нужно понимать что он находится в определенном опять же вот это матричном сегменте зеленой матрицы зеленского и поэтому ряд его вещей речей как-то очень так скажем оторваны от реальной обстановки в мире но это опять же процесс временный я уверен что большинство тех людей которых сейчас даже там называют а вот они смотрите что не творят они изменятся как только изменится вот эта матричная обстановка вокруг них понимаете эта информация она как наркотик андреев тот человеку вести алкоголя чуть-чуть вот мой отец доверил кровь чуть-чуть изменить человеку вот что-то в виде какое-то вещество и он по-другому мысль это не другое сознание а здесь то же самое то есть информация также влияет на сознание и если человек находится постоянном воздействии от этого информационного марафона постоянные воздушные тревоги постоянно от это болтология с офиса зеленского со всех соцсетей которые также куплены чтобы вы понимали это не настоящее мнение на украинцев а поэтому политики тем более которой якобы раньше проявляли ли эксперты пророссийские взгляды они вынуждены сейчас истерически оправдываться до какими-то другими противоположными заявлениями поэтому мы видим добкина там с какими-то заявлениями там вилкула который выполняет сейчас функцию представителя по кривому рогу но конечно же большинство политиков нельзя допускать украинских я имею ввиду для развития будущего украины то есть политик может быть украинский у которого украинская недвижимость украинские счета который зависит только от украинского народа то есть если у него есть что-то другое значит он не может управлять украиной не кажется ли вам что медведчука готовит в президента украины друзья я не знаю насчет медведчука я вообще бы не хотел вообще ничего говорить в принципе потому что этот человек написал все отписка от вас вы мне не ответили несколько раз на этот вопрос сейчас мы к этому вернемся я говорю про медведчука я просто вспоминаю 2004 год я вообще не знал кто это такой но его возвели в такой ранг зла абсолютного зла в украине что вот он кучма руководит там и тому подобное но то есть его настолько демонизировали и настолько информация о нем она какая-то странная что мне даже не хочется в принципе обсуждать в принципе друзья и пожалуйста пишите вопросы вот коротко и лаконично будут и иногда есть такие прям целые эти статьи уже научная и я просто даже когда в середине уже не понимаю о чем там идет речь вот что вы зачитали ваш вопрос да коротко лаконично и желательно по сегодняшней теме или около того и а по поводу чаплыги я бы хотел еще вот просто вот ну и чаплыга там и макс назаров много-много там было классных журналистов и аналитиков которые сейчас остались там и говорят встали полностью на позицию зеленского и телемарафон выженна относились к этому спокойно и с пониманием на самом деле потому что других украины у них тюрьма или смертность выбор там и они сделали свой выбор да такой поэтому нужно просто это понимать где червоненко я еще раз говорю что всех политиков старого формата отодвинули всячески от различных эфиров с одной стороны с другой стороны да они и сами боятся выступать потому что боятся потерять свою недвижимость и свои деньги все просто будут ли в бомбить киевскую газ друзья ну я не знаю я не исключаю что может быть провокация наоборот со стороны режима банковой но надеюсь если что мы не знаем военных планов россии да и как будет развиваться событие но наверное это будет какой-то уж крайний метод но навряд ли я все-таки думаю что навряд ли почему нет ответки за северные потоки например по подводным кабелем ну друзья многие вещи мы принципе вероятно и не знаем а сейчас в принципе я еще раз говорю почему то это многие не замечают разряжаясь каких-то вот таких эпитафий зра для россия там в очередной раз утерлась нет идет четкая дипломатическая работа экономическая о реальному ответу по центру принятия решений почему-то это все думают о кинжалах андрей но ведь если есть возможность действовать по-другому нужно действовать по-другому например как решесунок до маги подумайте что может быть британии то есть если она потеряет возможность управлять украиной да какая разница были там кинжалы или ну лучше чтобы не был я сторонник дипломатии много вопросов про херсон видимо многие пропустили шейх пару слов что там херсоне повторюсь что все зависит от глобальных процессов это раз потому что есть сообщение с украинской стороны что они не верят что они думают что это засада что нет наступательного потенциала но тоже есть заявление тоже с украинской стороны от буданова что концу ноября херсон займут а значит остин как можно только что приводили пентагон слова значит говорит о том что у украинских войск плюну это гил нато по факту войска есть шансы значит занять херсонскую области херсон во всяком случае правобережную а сторону херсонской области но я бы не спешил с какими-то выводами потому что идет очень такое противостояние хитростей кто кого перехитрит и действительно глобальные определенные процессы я думаю что на самом деле для российской армии защитить херсон в принципе это реально да но это мое личное мнение опять же чего боится британский обком он боится контр наступление потому что идет наступление со стороны угледара значит и если будет с херсонского плацдарма наступление в сторону запорожья и днепра или же наступление в сторону одессы вот этого они боятся больше всего поэтому они пытались атаковать по большому счету черноморский флот потому что он ключевое звено возможном наступлении на одессу ведущие вы нормальные украинцы но это смотря с какой точки зрения посмотреть если вы любитель телемарафона то нет если любитель здравого смысла то да вот я так считаю шейх ты как думаешь но мы за объединение то есть нормальных украинцев за будущее украины это мечта наша больше дипломатии меньше войны то есть и конечная точка естественно это мир да и как можно быстрее справедливый объективный поэтому если вам не хочется мира значит наверно мы для вас ненормальные это точно вот пишут дети чиновников и депутатов пошли на свого или только простой народ ну мы знаем ответы по сергею аксёнову его сын пошел если мы говорим про крым значит пригожина сын пошел ряда значит депутатов госдумы тоже изъявили желание кто-то по моему отправился но чеченский депутат точно но на передовой рамзан кадыров тоже показывал что его дети даже несовершеннолетние соответственно будут участвовать или уже участвует я не отслеживающая с этой ситуации с украинской стороны друзья никого нету даже в украине то есть из таких топовых политиков они все находятся за рубежом в батальоне монако и охраняют соответственно счета свои российские хакеры на хакнуть деньги вчера не было света интернета весь день решила послушать радио мне показалось что вещают из дурдома выключила пока сама не сошла с ума друзья раньше вот в украине в советской даже было такое название гучномовый сбрыхунеть ну то есть это вот по утрам значит там рассказывали какие надо идут в украине сбор урожая поэтому брехунеть а сейчас я бы очень многое дал за то чтобы слышать опять же как строится авианос и там строится самолет и не слышать вот этот бред зеленского который вечером он постоянно вещать и сегодня уже украинцы называют вечерный брехунеть зеленского потому что каждый вечер он рассказывает какие-то фантастические истории математические где из 10 шахидов сбивают 15 но при этом почему-то все электростанции все хуже хуже работают при этом он рассказывает о каких-то перемогах о том что не поедет на g20 вот из последних новостей хотя он там не состоит 20 ну или там кулеба вот сейчас показывает рассказывает что это хорошо что свет отключает потому что многие будут заниматься любовью но друзья многие что находятся за рубежом до с одной стороны а с другой стороны когда нет света нет воды и нету продовольствия и денег и когда плохое настроение думаю что точно не до этих процессов это точно их детей как растить потом без света без воды без тепла да поэтому мы не хочет мира она хочет только парамога боремся за мир и за будущее украины вы помните я создавал один из как говорится участников создания стоит воркаут как в снг так и в украине проводили мы соответствующие мероприятия всегда говорю с у нас должно быть 300 миллионов имея ввиду как раз территорию россии белоруссии украины когда я вижу что украина уменьшилась до 20 миллионов практически давно пусть даже официальные данные 29 миллионов но для меня лично это биологическая катастрофа то есть точки зрения биологии то есть сейчас просто необходимо это объединение и оздоровление то есть мы фактически боремся с последствием применения оружия массового поражения сознания в течение этих 30 лет нас постоянно оболванивали под последнее видео гордона накидал телеканал мрии знак вопроса спасибо друзья и вот эти уже не первый раз вижу такие сообщения очень благодарим вас не стесняйтесь это делать это ни к чему как риса вас не обязывают вы но вы наносите урон вот этому разрушительному действию теле марафона или вот этой брехни которые они несут потому что других украинцев у нас нету то есть наша задача сохранить как можно больше жизней и здорового сознания у каждого потому что мы все же понимаем что украинцы наоборот трудовый народа который ну так вот жил до хата с края то есть интересует там без на какой-то свой бизнес там это земля своя да там дела какие-то вот вот результат когда не интересовались политикой к чему это все привело доброе утро прокомментируйте ситуацию с нидерландами они вообще не исполняют никакие санкции в отношении рф им никто ничего не говорит почему так друзья да все просто потому что на самом деле кто может проявлять некую самостоятельную политику да пусть они и проявляют и в интересах своих государств здесь действует абсолютно логично справедливо правильно и эту тему конечно же всячески умалчивают западные сми что такая новость появилась классная вот прям в нашу тему правительство нидерландов официально принесет извинения за эпоху рабства сообщил телеканал rtl власти выделят 200 миллионов евро фонду который реализует проекты в сфере повышения осведомленности а связанным с рабством прошлом еще 27 миллионов евро будет выделено на проект по созданию музея посвященного рабству и все то есть нажитые богатства голландцы не будут отдавать миллиарды до старте со своего мира голландия британия стеклянные бусы видит 227 миллионов и музей у себя я так понимаю если вы действительно против вот той политики которую вы вели так постройки в африке заводы до тройки но мику разводу из и там воды хотя бы скважина бурить а вот оставление обеспечьте я думаю вам будет настолько благодарны и не будут ехать к вам только кровавой мордор зерно поставляет за потому что африканцы они хотят жить своей стране но они не могут в своих странах и имею ввиду потому что вы же как грабили и стройте потом музей да вот интересный момент да получается покаемся давно как-то так а в музей вход будет платный